Добрый-добрый-добрый день, дорогие друзья! У микрофона Друг, это студия игрокам ТВ И у нас третий матч 1-8 Summer Cup В студии игрокам ТВ, соответственно Ну, первые две игры прошли достаточно неплохо Первая была яркая, вторая была не без огорчений Вылетела бедняка Квапа со стороны Тимы без названия И Тима это постепенно, по чуть-чуть, но все свое преимущество растеряло А дальше сложно было как-то вернуться в строй Ну и что, и у нас третья игра на повестке Команда The Development of the Dragon играет за Дайер И Пипинос Дивертидос играет у нас за Свет И Свету должно быть немножечко стыдно Пипинос Дивертидос, ну уже фавориты со старта просто Подготовились, видно, и раковые аватарочки Ну, видно, пацаны знают, что хотят Спиритбрейкер и Джакира залетает в пик команды ПД Или, наверное, ПСДС, да Короткое название, ПСДС И The Development of the Dragon забирает себе Вином Мансера И забирает себе Андайенга И как эти Пипинос могли отдать Андайенга и Вином Мансера Сразу же у меня, конечно, вопросы Как вообще можно со старта отдавать Андайенга? За это надо наказывать Андайенг это очень неприятно Андайенг под Вином Гелем это очень неприятно Андайенг под Вином Гелем и Пульс Новый Не Пульс Новый, точнее, а Пойзон Новый Это просто край вообще Дальше драться невозможно Так что, конечно, тут проблемы будут Либо надо как-то законтрить Андайенга И не дать возможность ему нормально выформиться И быть без артефактов, чтобы раскладывать его потом в Тамбу Либо вообще близко к ним не подходить И просто избегать контакта какого-то пушить товара Ну, по пушу тут ПСДС не сильно преуспели Пока что Джекера, конечно, с Ликвид Файером имеется Но Спирит Брейкер, естественно, пушу не помощник Это такой себе ганг по линиям Бристалбэк От The Development of the Dragon залетает Ну, они готовы стоять под Тамбой Очень долго Это все, что мне видится в данном пике Брист и к нему, например, Висп туда же Чтобы не дать возможность Бристу вообще никаким образом умереть Вот, и как под Тамбой драться Пока что становится неясно Ну, и команда Команда ПСДС отвечает Абадоном Тоже немного жирноватым пиком Может быть, легче будет под Тамбой сражаться Конечно, под Абадоном Тут понятно, что Афотик Шилд И, опять же, тот же Койл от Абадона Подхилить сможет Ну, пока Керри нет В принципе, сказать трудно Кто вообще этот Тамбой будет разбивать И кто будет с Бристом и Undying В принципе, разговаривать ПСДС в баню отправили у нас Инвокера Отправили туда же Шторм Спирита Квапу и Вайпера Просто какая-то боязнь Мидлейн героев Со стороны Дайров Тинкер Отлетел Никс Омник И Даззл Боязнь Тинкера И боязнь саппортов Саппортов Видеть не хотят Тем более Тут, кстати, я таких смотрю Нормально функциональных Саппортов Того же Даззла Который Позволит Не гнить До смерти Игроку под Тамбой Ну и Герокоптер Для Задевелопментов Задрагон Я не знаю На самом деле Если Андайен С Веном Манстером Пойдет у нас Саппортить Бриста Герокоптер А, нет, не пойдет Не пойдет Брист, в принципе, может Отправиться Я думаю В легкую линию Или в сложную Тоже, в принципе Можно триплой отправить Его с Веником с Андайеном Герокоптера поставить В легкую Соло без вопросов И Мидлейн Какой-нибудь Магнус Будет залетать Вообще на 5 с плюсом Ну, собрать всех вокруг Брист, Веник По-моему Было бы более чем хорошо Ну, по Мид-герою Пока Ситуация непонятна Сайленсер появляется От команды ПСДС Вот это я понимаю Пик Вот это правильно У вас есть много всего Ну, мы ваше много всего Заткнем И вы будете Спокойненько Себе стоять Ничего не понимая В принципе Что вообще происходит Почему мы не можем Вкастовать Те крутые Спылы Которые Мы сами себе Тут навыдумывали Отлетает у нас В баню Также Шадоуфинт И последний бан От Команды Пипинос Дивертитус Я Мидера The Development Of The Dragon Не вижу На самом деле Поэтому У меня есть подозрение Что Мидер Будет пятым пиком Лишрака Туда же отправляет Хороший Хороший АОЕ дэмэдж Под страту Заходил бы Пожалуй Более чем хорошо Но под гирокоптером Магнус берется Берется часто Берется по многу Мид Магнус может стоять Поэтому отправлять Гирокоптера в легкую Андаинга с Веником Отправлять в сложную И с Бристалбэком Разумеется И пусть себе Спокойно Агрессивно Формят Вот Ну а в мидлейн Отправляешь себе Спокойно Магнуса И этот Магнус Собирает всех В кучку Ну это мне так видится Пока что Конечно Расстановка По лайнам Достаточно Вопросительная От The Development И ждем Ждем Что вообще могу я о них знать А что я могу знать О Пипинос Дивертидос В лучшем случае Ничего А в худшем Пак Вот так вот Просто Просто соберем всех В кучу Стана будут подольше Стойте Под Дримкойлом Там по центру Есть в принципе Чем заняться А именно Разбивать Тамбу Ну и Тинни И Тинни От PSDS Залетает Последним пиком Керри Крутой У Керри Правда Нет никакого Помощника Я говорю Сейчас о Виспе И Керри У нас Команды PSDS Не самый Быстробьющий Я думаю Вы об этом Прекрасно знаете Тинни Я так понимаю Что с Даггером Будет Скорее всего По данному Вообще По данной Ситуации Потому что Врываться Тинни Как-то должен Середину Вот Может быть Это будет Тинни с ФА с Даггером Который Врывается Дает рассказ Зарабатывает ХП Зарабатывает Экспу Таким вот образом С стороны команды PSDS У нас Три силовика И два Интеллектуала Джакира И Сайленсер Сайленсера У меня есть подозрение Что отправят В Мидлейн Может и такое быть Ну да В принципе А кого еще В Тинни Просто так Без помощи Виспа В Мидлейн Отправлять Это самоубийство Сайленсер Затаренный Уже чужими вардами Скорее всего Будет отправляться На Мидлейн Ну и давайте по героям Сразу разберемся Микс Маркас Будет играть у нас На Джакира Юникорн МЛР Играет на Тинни Термонюклер Маус Играет на Сайленсере Сойка ДЦПшница Играет у нас На Спирит Брейкере И Оул Играет на Абадоне Со стороны команды ТДТД Ай ТДТД PSDS Со стороны команды ТДТД Кефирчишки Играет на Виномансере Диким играет на Андайинге Потная Рэпчина Будет отыграть у нас На Попопаке Дэйв играет На Герокоптере И Forget 44 Играет на Бристолбеке Потная Рэпчина Убейте меня Так Одну секунду Ну все Начинается у нас Файт Топрума Оккупирована Полностью командой PSDS Хотя есть Какие-то варианты Да были Вроде бы Команды ТД туда подойти Не рискнули Не рискнули В итоге остались Без Руны На топе На Мидлейн Отправляется Пак Потная Рэпчина Будет стоять Против Сайленсера Термо Термоатомная Мышь Против Потной Рэпчины Кто бы думал Вообще кто бы подозревал Что я доживу до момента Когда придется это вслух произносить Еще и в одном предложении Ну икс Маркес на Джекира Насколько я понимаю Будет здесь фармить Абадон на подсейв Но это у нас фармящий Джекира Или это ошибка Нет у нас фармящий Должна быть Сойка ДЦПшница По всем правилам абсурда Ну так смотрю Не подходит у нас Кстати Не подходит у нас Спиритбрейкер Вот Поэтому есть вариант Что фармит все-таки Джекира Ну Сойка сразу дает Сбой Одну-две минуты пауза Окей Тинни вырывается у нас Уже со старта на Бристан Ну вот так просто Чтобы ману потратить МЛР у нас по сути Без нее и остается И что и Фугетфотифо Просто разваливает у нас Тинни Еще один квилл спрей Тут у МЛРа вообще Лоу ХП останется На на дорожку Еще один квилл спрей Четыре заряда Уже на нем Ну и Фугетфотифо Должен забирать у нас С МЛРа Отпивается он Но тут одним килл спреем Все решится Не решается И это ФБ от Тинни Вот это забайтил Сам на себя Просто заманил его по Тавер А тут по Таверам Мэвлендж свое дело сделал Очень крутой мув И очень не очень мув От Бристалбека Не надо было туда лезть Не надо было Это было лишним Команда ТД На топлейне Занимается отводами На линию Некомфортно им становиться Не дают вроде бы как фарм И кстати я сейчас хочу глянуть Кто же все таки фармит Вроде бы Спиритбрейкер фармит С другой стороны Видел как Икс Маркас У нас настреливал по крипам Нет все таки Спириту Спиритбрейкеру отдали Возможность получать фарм А Икс Маркас здесь просто как Саппорт Саппорт который динает А Сойка не добивает крипов Что-то не так все идет у Спирита Но бывает Мышь против потной рыбчины 4 на 6 Против 7 на 1 Со стороны пака Команда Дайер На миде стоит лучше Она не только на миде Она везде стоит лучше У Бристалбека 8 на 3 И Брист в сложной 8 на 3 В центре у нас стоит пак 8 на 1 И 6 на 6 Идет Гироков Ну и только потом 4-6 Идет Сайленсер на мидлейне И 2 на 0 Тинь Тинь забрал ФБ Но крипам подходить по-прежнему Не получается Маны попросту Тинь не хватает Да вообще в соло поставить Тинь Это конечно Дело такое Достаточно сомнительное Ну и все И у Юникорна нет маны Отпиваться вариантов никаких Тут фагет Должен его развалить Через Бристалбек Все достаточно просто Решается Настрелял Плотенько по Тинь И вот он Вот он Отряд спасения Пришел сюда Спустя 40 минут После смерти Тинь Мы отомстим за тебя Под Тавр Сойка побежала Дальше под Тавр Есть смысл полезть У него же лоу хп И дебей 1 на 1 счет Аба пришел Огребает здесь От крипов Ой Страшные вещи Ну и на топ лейнде Ставили триплу Команды ТДТД Переместились вниз Будут стараться Гнобить здесь Бристалбека И я думаю Что втроем-то Это получится сделать Но У меня вопрос Какого вообще Оставлять свободную линию Хоть кто-то Но просто прийти Получать туда левел Мог бы Тот же Джакира Через Ликвид Файр Где-то что-то Да подфармил бы Вот Или Абадон Мог бы действительно Отстоять Ну Аба вроде идет у нас На топ Должен перемещаться Линия простаивает И сейчас Отсюда идут Саппорты команды ТДТД А значит и в соло Стоять Против Гирокоптера Можно И даже нужно Ну и Гира По фарму На третьем Месте 11 9 Сойка конечно Фармит Просто на 5 с плюсом Все не то Все что-то Не получается За 4 минуты 4 крипа Ну пятый пошел Нормально Раскачался Вроде Врыв на Бриста Икс Маркас Через секунду Будет здесь Дуал Бресс Дуал Бресс По фагет фатифон В принципе подожжен Ну и Эваленшу Тинни Свое дело сделает Или нет 10 хп Брест Брест Это просто что-то Невозможное Вообще Брест На последнем Издыхании Просто 2 хп И как Как это Получилось Вообще непонятно Вроде подожгли его И засыпали И МЛР был уже уверен Что все закончится В их пользу Нет Так не случилось 5 минут сыграно По золоту ТД На первом месте У них 500 По экспириенсу ТД Тоже впереди На 500 Хотя больше 1000 выигрывали Ну где-то Под слив Ловит у нас Саву Афотик Шилд На Абадона Все с себя Неприятное Снимает Но кто под Там бой Далеко не убежит Ну и Койл не рискнул Использовать Хотя можно было Попробовать На своего же тиммейта Использовать Койл И тем самым Задынается Нет Он этого не сделал 1000 голды ТД в Плюсе И экспириенс 500 Для них КОНЕЦ 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 Все возвращается Сойка ДЦП Шница у нас в игру Продолжается Ковабанга 6 минут сыграно По голде В плюсе ТД ТД Это так чтобы освежить Память Ну и 600 По экспириенсу Тоже Для них Для команды Дайер Спиритбрейкер Оставили в соло На сложной линии Здесь Андайенки есть У него тамба Второго левела Здесь есть Винник Есть тоже В принципе Чем цеплять Вином гель И Те же Плаг ворды На дорожку Спиритбрейкер Если уходить То наверное Через чарджер Даркнесс Скорее всего А Бадон Тоже здесь В принципе Не такой уж Серьезный боец Против данной Комбинации Третьего левела Рокет бараш И гирокоптер Кто под него Подставится Я даже не знаю Толком На нижний лайн Перетягивается Иксмаркес На Джекира И Тини Хоть какую-то Хилпу Все-таки Здесь получает Шестого левела Брист Шестого левела Тини Но я бы тут Поставил на Бриста Все-таки Шестого левела Вот она Еще один Квиллспрей От Бристлбека Надо просто Психануть И немножко Прыснуть на Тини Тини у нас Отъезжает Фогет Готовится сделать Тепаут А, кстати Можно размазать А, нельзя размазать Просто не хватает Маны Не хватает Маны Пошла у нас Глобал ульта От Сайленса Ну и здесь Потная Репчина По Иксмаркес Иксмаркес Получает Сайленс Иксмаркес Получает по голове Немножко От пака Просто с руки Доковыривает у нас Пак Своего оппонента Ну и сразу же Замес на топ лейне Сюда моментальная Тепешка от Тини Готовится к файту Игроки команды PSDS Можно и попробовать Тини Врывается у нас На Дикима Андайинг Без Тамбы Где ты, кстати, ее делал Тамба здесь, видимо Пораньше немножко стояла Андайинг без Тамбы Но, в принципе, у Андайинга Посмотрите Почти 900 хп Поэтому Можно и руками драться И кто здесь такой Молочаговый Посмотрите, что по стакам Кто этот саппорт Я так не прочекал ситуацию Неужели Диким Может и он А может этим занимался Здесь веник Ну по стакам Здесь просто чудо из чудес Если бы Тини сюда пришел Тини бы себе Новую шубу уже купить мог Два раза Даже летом Побежала у нас Сойка на Спиритбрекера Диким с Тамбой Тамбу надо ставить Потому что их просто Загонят здесь Поднимается Тамба у нас из земли И Тамбу начинает разваливать Ну, одно из Нелепейших мувов вообще Ну и по Тамбе Неплохо настреливают Но при этом Дэйв заразваливает у нас Джекира Дэйв забирает у нас Спиритбрекера Юникорном ЛР Вместе с Оулом По Дэйву и Делфан Могут и не отпустить Здесь Диким На лоу хп Побежал Тини За гирокоптером Побежал за андайнгом Еще один удар И даблкил От Тини в этом файте ПСДС Забирают троих В этой драке И счет становится 4-6 Вот и веника Очередь Пришла у нас отключиться Ладно Их дело Их дело Пускай Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что Возвращается у нас В игру Обе команды По голде ТДТД Выигрывает тысячу По экспириенсу Семьсот Или даже восемьсот В их пользу Дайры здесь Поагрессивнее себя ведут Больше фрагов заработали Поэтому и Вот вам и плюс Ну и Дайрам тут в принципе Деньжат Может в ближайшее время Достаточно много капнуть Флагкэнон у гирокоптера В один всего Лучше бы тут Как-то поднатерить Но я думаю Для такого стака Не жалко и кулдауна Гирокоптеру Кулдаун Рокет бараш И надо все это Быстренько идти и сносить Больше стаков Там просто уже Не сделать в принципе И пора с веником пойти И всю эту ерунду Зафармить Пошел кулдаун Пошел рокет бараш Ну и должны разваливать Хотя не так-то просто Вот вы видим Да Такой стак сделали Что И попробую еще вывези нормально Ну гирокоптер В принципе на магию Заряженный со старта Персонаж Поэтому По чуть-чуть Понемногу Да ХП правда Все послевал К чертям Ну в принципе Живое Ну и здесь Только ДЦПшница Отдается у нас паку Просто разрывая Дримкоил Понятно что отсюда уйти Уже вариантов никаких не было За Икс Маркасом Дальше погоня Пак на фулл рейндж Дальше за Джакира Джакира отсюда Отходит Счет становится 4-8 По голде Полторы тысячи ТДТД И по экспириенсу Более тысячи Тоже для них Во-первых Они наказывают Команду Радиант Во-вторых У них по фарму Тут дела Прекрасно С другой стороны Есть Тинни Тинни Фармит И у Тинни Все неплохо получается Он как-то постоянно На нижней линии Постоянно Там где Ему максимально комфортно Брасер есть Роповземеджи имеется В скором времени Я думаю что Можно будет И о Даггере думать Наверное сначала Даггер потом Огоним Так поинтересней Вот Ну для этого Хотя бы в файте Надо двоих-троих Еще забрать У нас Тиннику И так просто Деньги Не капнут Сами по себе Ну или опять же Если его не будут На линии Особенно мучать То стой на фрифарме Себе спокойно Выфармливай Все что тебе интересно Собирай аганим А потом в лесу Иди забирай свой даггер За 3 минуты Спирит брейкер В скором времени У нас уже С Пауэр трэдс Будет У Тинни ПТшка есть Не за горами Готовится врыв На Веноманцер Веника 6 левел В общем-то Развалить-то его До того как умрет Команда ПСДС Успеют Пошел врыв у нас На Веника Подбрасывает Сразу же его Тинни Выглядело все красиво Но в итоге Пульс снова поймали все Польза ноу точнее И И тут Сойка ДЗПшница Еще и Умереть может Еще становится 8-5 12 с половиной минут Сыграно Ну по голде Вы видите По экспириенсу Абсолютно та же история Ну и Начинается давление Со стороны команды ТДТД На топ лейн Т1 здесь падает И дефать его В принципе Некто Что хотелось бы Вообще видеть В этом матче Хотелось бы видеть Достаточно крутую Комбинацию Команды ТДТД Они пока выигрывают По фрагам Но выигрывают За счет какого-то Индивидуального мастерства За счет того что Получше немного дерутся По организовании Но в целом Я думаю Вы понимаете Комбу Под Томп Стон Под Дрим Койл Под кулдаун Гирокоптера Я думаю что Мало кто из ПСДС Сможет выжить И Фагет 44 Уже Килинг Спри У него есть Ван Гвард У него есть ПТ Он просто разворачивается И идет за Тинни И к нему на помощь Уже летит здесь Летит здесь Андайн Тинни Соло не справится При фулл раскасте При всем 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 на свете Тинни должен здесь Мне кажется Умирать Хотя Тинни неплохо Так еще наваливает И сражается И Дикей Пошел от Дикима И Мансит Достаточно неплохо Бристлбэк Брист в итоге умирает Юникон МЛР Просто гниет Здесь от крипов Ну и справляется Пацан Пацан справляется Молодцом Тинни действительно Отыграл здесь На 5 с плюсом Во-первых Забрали наглого Бристлбэка Во-вторых Забрали наглого Ондаинга Который тоже Далековато Зашел И у Тинни Уже 1200 На руках Хотя до этого Вообще толком Ничего и не было Ну и команда ПСДС здесь Немного Да все-таки Отыгрывает Ну как у Савенсар Мид отстоял Давайте смотреть У Савенсар Четвертый Нетворс на карте У него Четвертый Крипстат Проиграл Обограняет Немножечко Пака у нас Но в целом Не блещет Пока что Савенс Один Килл Одна Смерть от Савенса Савенсара Вот Умпота Есть Брасер Есть Чуть-чуть Понемногу Где-то Чтобы Успеть Раскастоваться В файте Ну его пик На самом деле Такой был Хороший Умный ход От команды ПСДС Останавливать Комбинацию ТД-ТД В самом Ее зачатке Для этого Они должны Хотя бы Как минимум Нападать Потому что Если нападет ТД-ТД Они все Раскастуют А потом Савенсар Со своим ультом Просто Ну бесполезно Нужен Не нужен Больше не нужен Конечно Когда все уже Вольется Разгон Пошел у нас По Бресту Опять Испытает удачу У нас команда ПСДС Сзади бежит Тима Радиент Возвращает У нас 44 Барабаны Провязал МЛР Сайленс Пошел от команды ПСДС И гонят у нас Просто Бриста И Брист впитывает В себя Вейс дэмэдж И вот вам Комбинация И туда же Заливает у нас Веномальцер И туда же У нас Дримкоил Пошел от пака И вот Пожалуйста Шли себе Шли Гнали Бристлбека Бристлбек В итоге Чуть Меньше Половины ХП Потратил И минус 4 Сливается ПСДС Просто Под самую Комбинацию Он их в капкан Заманил А там Ушеловка Захлопнулась И Сайленсер Отключается От игры Что за Сейчас узнаем Но По итогу Этого файта ТД ТД Конечно Преимущество Своё умножит И Это будет Более Чем ощутимо 4.5 Сейчас По экспириенсу 3.800 Тоже для них Всё Возвращается Сайленсер 7.13 Я уже подумал Что это просто Рэйдж Квит Вот Команды Пипинос Дивертидос Хотя Кто мог бы Заподозрить В таком Я просто Сейчас Загуглю Что это Такое Это огурчики Это Забавные Огурчики Которые Поют Танцуют На которые Надевают Очки Я уже Напридумал Себя Обычные Огурчики Ребята То есть Если у вас Мама Спросит А с чем Сделать салат Ты говоришь Мама Сделай мне Пожалуйста Салат С Пипинос Дивертидос И Томатос Де Де Бугуанус Просто Жесть Пипинос Дивертидос Поймали у нас Троих Дримко Спиритбрекер Продолжает По прежнему Бэковать Фагет 44 Впитывает в себя Уйму Дэмэджа Но Ему В принципе На этот Дэмэдж Плевать Ну и дальше Погоня За Сайленсом И Плотная Рэпчина Уже здесь И полетел От Икс Маркоса Здесь ульт Макропира Лежит достаточно Плотно ТД проседает Нехило Так по хп Догорает у нас В итоге Сайленсер Минус 3 Делает команда Псдс Ну и Фагет 44 Заманивает Под тамбу Он готов Файкиться Икс Маркос Ловит его Вайс Пс Просто Ликвидфайером Налей по нему Да он сгорит Здесь Ну и Доигрался у нас В итоге Бристалбэк Зачем Да кому это было Надо Ультра Килл от Тини Вы хотели Сделать Тини Подарок У вас Получилось Это причем Даже не столько Сколько Тини Заказывал 11-16 Становится счет Тини зарабатывает Полторы тысячи В этом файте 2-300 Зарабатывает Вообще Команда Псдс И так же 4 тысячи Она поднимает По экспириенсу И все Что в ТТД Выигрывали Где-то Наполовину Отыгрывается И падает у нас В каменные руки Тини У Тини уже Практически Готов Аганим В итоге Команду Псдс Загоняли А Тини На Я думаю До 20 минуты Аганим Получит 250 копейка Слез Тини До появления Аганима Разгон Пошел у нас От Сойки Тини уже Близко Готов Насыпать Насыпает По паку По приземлению Пака ждет Подарок Вот вам и Подарок У Тини уже Готов Аганим Он правда Под кулдаун И под Там бой Паку Сыпает себе ТП Шку Он был Готов Уже К смерти Молодцом Правда Подарил Денег Прилично Так Бристлбеку С другой Стороны Практически Не потратился Потому что Закупился Под 0 Через 40 секунд Появится Тини У него Уже будет Аганим Файтиться Массово Смогут Без проблем Там Гирокоптер Который Масс Демеджем Валит А здесь Тини Который Тоже Бревном Сразу И по всем Ну а Абадона Потеряли Игроки Команды ПСДС Также Пока Тини Забрал Я думаю Вы это Видели Еще Под Т1 Ну и Давит Команда ТДТД На Т2 С Бристом Вообще Не понятно Что делать У Бриста Уже БКБ На подходе 500 копеек Всего лишь Остается Просто Сейчас Тавар Упадет И С БКБ Бристлбек Станет Очень неприятным Героем Для команды Пипинус Дивертитус У них Нечем В принципе Будет его убивать Тини с руки Бьет Не так-то много Чтобы Бриста Пробивать Да и вообще Никто В Доте Не бьет Так много Чтобы Быстренько Пробивать Бриста Ну и пришел Тини Уже С С Агадимом Уже С палкой В руках Старладеровский Сет у нас На Юникорн МЛР Молочага Да 20 минута У Тини уже есть Аганим Все в принципе Хорошо и ровненько Ну и теперь Конечно Тини Надо какую-то Врывную способность Приобрести Я думаю что Даггер Обязан появляться Ну я думал что он будет До Аганима Но раз дали На фармить Тиннику Много денег Почему в принципе И сразу не купить Аганим А потом Быстренько нафармить На даггер Тем более С появлением Аганима И С получением Масс дэмэджа Для Тини Не проблема Будет быстренько Фармить Спирид брейкера Забрали на Медлэйне И доменайтинг Для Бристолбека У него уже готов БКБ У него есть Вангвард И в СПТ Я думаю что Кримзонгвард Тоже будет необходим Все таки Тини Будет бить сплэшом Будет бить по всем И Кримзонгвард Как никак Но команду ТД спасет Да он не лишний В общем-то И самому Бристолбеку И стоит недорого И плюсы дает Неплохие Продолжение Тут Стаков Все стаки В лесу Обычные Зафармил у нас Герокоптер А здесь Эншентофум В это время Еще и иллюзиями Стакает Стакает иллюзиями Потная репчина Просто жжет Флагкенон Четвертого эва Теперь иллюзии Пака у нас Еще и танкуют Все просто в руки Фарми не хочу Ну здесь денег Я думаю Тысяча Даже наверное Тысяча с копейками Для Герокоптера Сейчас у него 744 До следующего Флагкенона Подождем Я думаю что Минимум будет Полторы Так какие полторы Наверное больше Полтора тысяч Будет Ну да Уже Уже Полторы тысячи Еще сверху Тут дракон На 300 почти Вот Короче говоря Тысячу Тысячу По голде С этого С этих стаков Эншентофум Заработал Счет 12-20 22 минута У нас Прошла уже И По голде Дайры Выигрывают 6000 По экспириенсу Тоже Шестерка Для команды Дайр Тини появляется Яша Вот как Тини появляется Яша Дальше будет Манта Стайл А дальше Тини Будет Пушить И будет Бить лица Я бы О БКБ Конечно Позаботился На месте Тини Или можно было бы Вместо той же Яши Приобрести Даггер Тоже Скорее всего Было бы Не лишним Сей артефакт Но Есть что есть Бристлбэк С ДД У Бристлбэка Есть уже БКБ По идее Фагет 44 Тини Лучше выбрасывай его Не надо с ним Файтиться Наплевывает у нас Фагет 44 На Тини Ну и просто ждет Приближение Сойки у нас Юникорном ЛР Сойка уже близко Вот она и Сойка Врывается у нас В Бристлбэка Бристлбэк Узает БКБ А теперь-то Бриста Будут с руки наваливать Ну плотненький Конечно Бристлбэк Просто так Его не пробить Кулдаун Пошел по Тини Ну и мне кажется Что Бриз здесь Всех сейчас оставит Да у него лоу хп Да Ему не очень-то и приятно Хотя вот что Бристлбэка развалили 60 секунд Не будет его Файт пошел у нас Под там бой Здесь уже Делф Где Тини Тини у нас Просто ушел из драки Меня это вообще Не должно волновать Это не моя Война Ребята разбирайтесь сами И в итоге ТД делает минус 3 Тини подходит к Паку Пака расковыряли И все Тини прокает на станы Просто бьют его И сразу об него Разбивают руки Игроки команды ТДТД Ракета полетела По Тини Ну и все Т2 задефать В принципе Нереально В команде ПСДС Тем более Делать это втроем Тем более С лоу хпшным Тини Врываться Вариантов Я здесь не вижу Юникорну Конечно надо было Позаботиться О появлении БКБ Скорее всего С другой стороны Может он в хп пойдет За счет Того же Той же Монтостайла ТД 7500 по голде И 8000 по экспириенсу Погет 44 Уже появляется Баклер И в общем то Кримзон Гвард Сейчас будет уже Лететь для Бреста Надо просто Курьера вернуть На базу Как там Пак Пока есть Даггер У него есть ПТ У него есть Тысяча Денег на руках Больше в принципе ничего Но пока что Больше и не надо Паку Я думаю что есть смысл Подумать об Аганиме Под там бой Аганимы По моему Десятисекундное Да Оглушение Нет Не десятисекундное А 4,5 секунды Стан При разрыве Круто 4,5 секунды Стан Это одно Но 8 секунд Связь Это тоже вещь Более чем крутая Тинни готовится выйти У нас на Пак Ой Паку Не повезло здесь У Пака есть Даггер Надо просто делать Даггера Вот отсюда На Пака есть разгон Поэтому видеть Его видят Один удар Просто от Тинни И половина Пака Уже не становится Подбрасывает его Тинни Пак моментально разрывается Моментально Спиритбрекер провязал Правда в него еще ульту Я не очень понимаю Зачем Но такой он просто Такая она эта Сойка ДЦПшница такая БКБ Появится у Тинни Достаточно быстро Бэкдор вообще не слышал Все Есть БКБ для Тинника И кстати Мне кажется Что теперь-то С Бристалбеком Разговор у Тинни будет короткий У него уже 16 левел имеется Третий Гроу Вкачан И у Тинни с руки Более 300 Более 300 Ну и Брист просто рядом Постоял И в итоге Без ХП почти остался Бристалбек у нас Насыпает кирпичей ему На шерсть Тинник Бристалбек Отходит отсюда Драться не по шансам Вот Тем более Что тиммейты Далековато находились Бум БКБ для Тинни готов Мордимас появляется для Тинни И есть подозрение у меня Что Тинни у нас Пойдет в Мом Будет быть Быстро Будет бить Быстро Будет бить Помногу И Команды ТДТ Тогда будут Действительно Проблемы Под БКБ Тинни особенно Так не зафокусить Никому Вот Тинни немного Времени понадобится При наличии Аганима При наличии Яши При включенном Моми Немного времени Понадобится Чтоб ту же Расковырять Чтоб лицо Гирокоптеру Расковырять И Бристлбека Чтоб Слитить В Тинни Шутки Очень плохи Как керри Этот герой Более чем Опасен У Гирокоптера Появляется Манта Стайл Как раз Под Тинни Просто Вот настрой Юзни Любой Своих Спылов Чтоб я Опять остался Один Зачем тут Манта Стайл Не могу До сих пор Сайланс Разве что Себя сбрасывать Так не сбрасывать В итоге Пустой Ксмаркос Получает Достаточно Много ХП Макоптера От него Лежала Удачная Минус 3 Делает Команду ТД А 4 Тоже Отправляется В таверну Где наш Тинни А Тинни Файти Не участвовал Тинни Понимает Что это Ни к чему Мне надо фармить Вы извините Это ваше Личное дело Делитесь Сколько хотите У меня Фарм Фарм Причем Фарм В приоритете Круто Ну и по прежнему Не хватает Тиннику Врыва Хоть убейно Мне кажется Что Даггер Здесь Нужен Можно Те же Было бы Барабаны Забить А Даггер Все таки Взять Тинни Со спины Заходит Еще 15 секунд Не будет у него БКБ Без БКБ Файтиться можно Но все таки Это опасно Ну и Тинни Заходит в спину Заходит в спину Должны уже начинать ПСД с движения В сторону Тинни Они просто Разменивают Своего керри Ребята Соберитесь Пошел БКБ у нас От Тинни По виномансеру Тинни у нас В принципе Под неприятностью Минутвеника Деф Нолов ХП Уходит отсюда Недалеко Уходит Даблкил Тинни Дальше видит у нас Еще и Андайинга И дальше За Андайингом Тинни И Андайинг Провязал у нас Блейдмейл Правда Тинни не бьет Ну дерись же Дерись И конечно Мумии неприятности Доставляют Тинни А с другой стороны И помогают Просто тос Одного из мумий И падает Вот эта дырявая Абсолютно мумия На пака Которая сама по себе Никакой ценности не несет И еще один килл И это Ультра килл От Тинни 3200 на руках У Тинника Счет становится 20-28 И по голде 18500 Для него Против 14300 Гирокоптера Да Вот эта команда Пипинус Дивертидос Закомбетчит Сейчас Они выигрывали Они проигрывали Точнее 7500 Теперь И по экспириенсу Проигрывали 7000 Вот немножко Совсем я думаю Время не останется Когда Тинни Лично Эти 7000 Отыграет Сейчас По голде Он на первом месте И разрыв Достаточно ощутимый Переформить Гирокоптера Это надо Плотненько Постараться Ну опять же Посмотрите на счет 16-4 У него есть ВКБ У него есть Яша И ему Уже сейчас Будет готовый Манта Стайл А там Иллюзии Юзай Просто отправляй Одну из них На Отправляй Одну из них Бить Тамбу Остальные Контроли И разбивай Лица соперников Ну и плюс Мом Не даст Тинни просто так Умереть И плюс БКБ Не даст умереть Ну классно Тут МЛР Конечно По фарму Себя чувствует Прям Великолепно Какие выходы Для ТД-ТД Надо фокусить Тинни со старта Просто обязательно Фокусить Тинни со старта С другой стороны Фокусить Тинни со старта Не так-то просто Потому что есть Сайленс Ну вот Манта Стайл Произвал у нас МЛР Нападает на двоих Тут вдвоем Как Веник Так и Андайинг Поняли что лучше Здесь не драться Сойка влетает у нас В Бристлбэк А Бристлбэк Под Макропирой Тремкоил от Пака В одного Спиритбрейкера Вообще не жалко Ну и все игроки Команды ПСДС У нас Отбегают Там с иллюзиями Кое-как Сражались Игроки команды ТД Тинни правда Не собирается Еще отсюда уходить АВЛЕНЧ на отходе Через 5 секунд Будет Манта Стайл Мом уже Произвал Тинни Тинни просто отсюда Надо ПСДС Похилиться Здесь Прежде чем Начинать файт И даже больше Не столько В ХП Надо Сколько Надо Монопоинт ТД 6 тысяч По Галде По Экспириенсу Тоже 6 тысяч Тинни По Герокоптеру Герокоптер И Зайд Манта Стайл Не приморозили Здесь Кефирчика И Фогет 44 Один Среди четверых Вот он Том Стоун Три удара Надо Тинни Три удара Сделано Там бы нет Все Тинни В принципе Не уязвим То есть он готов Файтиться Постоянно Со всеми Том Стоун Так Том Стоун Там Мумию Развалили Дальше за Фогет 44 Погоня Планировалась Но не состоялась В итоге Размен 2 в 1 Совершается На Лоу ХП Уходит у нас Герокоптер На Лоу ХП Уходит у нас Пак И на Лоу ХП В принципе Уходит у нас Бристалбэк Хотя никуда еще Бристалбэк не уходит Бристалбэк АБ Не такой-то уже и долгий Ну все И просто подходит И бьет бревном по голове Вообще В принципе Фиолетово Тинни Где Как Кого В какой позе бить То есть По любому Проблемы Команды ТД Громаднейшего Порядка И как Этот огромнейший Физдэмэдж Вывозить Пока что Например Мне не ясно И товара тоже В шоке Товара не понимают 22 тысячи Нетворс для Тинни 15 400 У гирокоптера 13 тысяч Бристалбэк Но эти 22 тысячи Тинни Они всю погоду делают В файтах 23-30 Че ТД по моему Тысячу лет Уже никого не убивали Ну последнее убийство Было на 20 Где-то 26 Там 28 Наверное Минуте Да нет Это даже Тавр Это не убийство Вот оно Убийство Икс Маркоса Забрали у нас На 28 Минуте Все Все остальное Время Тут То Тинни Сделает Ультра Килл Какой-нибудь То Тавр Развалит То еще Что-то Ну Ситуация Для Команды The Development Of The Dragons Не самая приятная Ондайнк верит Что его спасет Блейдмейл Против Тинни Блейдмейл Аркан Буцы Может где-то Дикейм Накрадет себе силы И тогда И тогда Все получится Но мне в это верится Слабо Во-первых Ондайнга Тинни Разваливает Еще до того Как тот Флэш Голем Сможет нормально Включить Или Том Сон Поставить Вот Ондайнга Тинни С одного Рассказа Здесь рассыпает То что не добивает Добивает потом С руки Спустя Секунду Вообще После приземления Кираса Появляется на Тинни Есть Кираса Есть БКБ Аганим Мом ПТ То есть Это бюджетная Версия Шестислотового Тинни У него есть уже Все необходимое Чтобы идти И сносить Команду ТД То что проигрывает ПСДС По фрагам Вообще Ни о чем Не говорит И то что они По экспириенсу И по голде Вы проигрывают Две с половиной Тоже Ни о чем Не говорит Какая голда Вообще Ее не укор Звезда Этого матча Со стороны Команды Пеппинус Дивертидос Нет Звезда Тот Кто это Название Придумал Может Вот он Нет Он не мог Фагет 44 Его видят Если я не ошибаюсь Потому что Попингала на него Команда ПСДС Тинни Тихонечко Заходит на Бристлбека И вот Здравствуй Здравствуй Родной Брист Засыпает Крепчами Под ноги БКБ Включает у нас Фагет 44 Просто чтобы Отсюда уйти Ну и Тинни Не гонится Не гонится И В общем-то И нечем гнаться Потому как Скорость бега У Бриста Достаточно высокая На даггер Тинни забил И уже не будет Как я понимаю Его покупать Здесь не пойми Что выбрас Разве что От Мома избавляться И Вместо него Покупать Даже не знаю Даже не знаю Да в принципе Здесь и до бабочки Какой-то дойти Может Тоже вещь Достаточно Интересно Или до бабочки Или до Мьолнера Например Чтобы и Тинника Не били И молнии Вылетали С нормальной Скоростью Дэмэдж Да и вообще Скорость атаки Была бы Большой Кераса В это время Появляется У Бристлбека Тоже знаю Чем ответить Правда На дэмэдж Ничего нет У Бристлбека У него с руки 129 Плюс 54 Это так 183 И вот вам Тинни У которого с руки 350 Даже больше 350 359 Юникон МЛР На Роху В Рошпите Зашли проверили Рохи нет Рохи не будет Еще Полторы минуты Просто иллюзию Тинни Отправили Нашли Кого бить Самого Плотненького Бристлбека Тут Пинает Иллюзия Против Флагвардов Деньги капают Почему бы и нет Иллюзия Опять Сражается С Бристлбеком И вся команда ПСДС Далековато На самом деле Да Не понимаю Что Рохи Еще нет И Файтиться Нет смысла Никто здесь Просто так Не будет Ерундой Какой-то Заниматься Стоять Рошана В Рошпите Ждать Все это Можно Прочекать Команде ТД Благодаря Вардам Виноманцера Поэтому Вижен В принципе Имеется Если Зайдут На Роху То Об этом Команда ПСДС Знать будет Под смоком ТД ТД Готовы Заходить На Рошана Все под смоком Проходят Видят Тинни Тинни По троим Эвелэндж БКБ от Тинни Манта Стайла нету Но можно и без него И не знает Кого бить Тинни Сайленсер Прожал у нас Ульту Врывается у нас ДЦПшница Кефирчика Кефирчик На лоу КП Правда и спирит брейкер Получает плотненько В итоге Кефирчик у нас На лоу ХП отъезжает Тинни Продолжает здесь файт Тинни по ХП Практически не просел Дримкоил Пошел от Пака Ловят у нас Сайленсера Сайленс БКБ И это не проблема вообще Ну еще один удар И Пак скорее всего У нас отъедет в таверну Брасов по Паку Пак не успел Спрятаться в фейсшифт Потому что был занят Ильзори Арбой Которую хотел так сильно Пустить Своих оппонентов Ну и что В итоге у нас Размен 2 в 1 Тысяча для команды ПСДС По золоту И 3000 по экспириенсу Они Еще и Рошана получают Файтиться за него ТД не будет Без Гирокоптера Не отпадает Сайленсер Сайленсер все возвращается у нас термоядерная мышь руха сыпется и для тени это вообще совершенно не проблем идти не такой нормальный скилловой поставил себя рошана без авто поставил иллюзию под рошана без автоатаки бей не хочу пт-шка у нас в курьере курьер отсюда полетел будут гнать брестелбек и не правда очень медленно сейчас бегает за счет одного мама разве что вывозит более-менее манта стайла ну и масков мэднес выбрасывает себе забирает бутсов трэб теперь такая ситуация в доте что можно денежки вкладывать например в скорость и вообще в комфорт своего передвижения по карте если трава прогрейдить а тени скорее всего будет играть деньги просто некуда сейчас ему девать то 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 сможет летать теперь на своих героев я думаю что тени стоило бы позаботиться о критах потому что физдэмэдж это все хорошо прекрасно но когда брестелбека месяц особенно месяц его когда после нет этот физдэмэдж срезается причем очень сильно а вот криты сквозь броню проходят наверное не наверное точно говорю криты проходят спокойненько классненько и стой смотри просто стой смотри как огромный каменный мужик бревном лупит тебя по хребту млр вообще здесь в принципе завелся уже свои леса чужие леса рошан не рошан герои крипы сейчас здание пойдет фармить на базу соперника икс маркес подошел сюда хотел понюхать чем пахнут крипы пришел тени забрал всех 2400 уже есть у него на руках и вот она вот они криты вот дайдаус у нас для тени как готов только из магазина новенький ждет своего часа ну и что теперь надо просто эйгу слить после этого можно и забрать данный артефакт криты теперь у тени будут два с половиной посчитаем ну по по многу короче будут криты где-то будут по 800 у тени я думаю может даже и по 900 до 800 с копейками на продолжение давления от psds они в принципе могут себе позволить тени пробустили всем чем могли афутик шут на нем под сейв тоже будет мека здесь имеется если что манта стайл есть у юникорна млр врывается у нас пак пак в середину не прыгает потому что это действительно травма опасна дэвс бкб у него есть мкб у него есть манта стайл надо бить нельзя просто так стоять и и ждать чего в итоге он простоял половину файта у нас в айспейс сейчас проюзал проюзал бкб проюзал манта стайл проюзал кулдаун вместе с лэккэнни упал тени поднимается летит у нас дейдаус для тени как все теперь дэмэджи у тени очень много курьера если заберут то это не страшно на тебе первый килл на тебе гад лайк подбросил приземлился еще один удар еще один крит от тени конечно криты вылетают просто громад его если здесь не раскатить как убивать вообще непонятно тени старается сделать тп аут у него это в принципе получается ракета остановись не лети ракета в итоге четыре героя команды psd сливаются тени теряет аэгис и на заход при заходе на хай граунд фактически команда тд забирает пятерых героев сойка дцп шница 43 минуты у нее бкб у нее пт и у нее орбов вином ободон в pipe of inside уже выходит всего достаточно еще и сдачи 520 остается так джек кира в это время покупает себе блейдов аллакрити и немножко совсем остается до аганима джек кира сейчас еще и 16 левел капнет макропира через всю карту сайленсер у нас бкб есть у него рота фотос и персик который под рефрешер орк у нас собирается ну и спирит брейкер продолжает издеваться над мной вами и всеми абадон спайп of inside все полезно составные команды тд тд веномансер у нас с аганимом есть у него мека есть аркан бутсы в принципе можно и выходить в гвардиан грифс приобретаются криты для гирокоптера криты монто стайл мкб доминатор бкб тоже неплохо заряд заряжен гирокоптер да он отстает на 9000 тени я прекрасно это понимаю но например на фоне сайленсер и гирокоптер просто огромнейшая мощь огромнейшая умбрист плотнейший вообще жир идет 32 дефа сейчас где-то на подходе у нас еще и тараска для бристлбека может и будет шанс конечно против тени выстоять но что-то мне кажется что тени в соло эту игру может и закончить криты по 1100 вылетают от тени скорость атаки достаточно неплохая эфирчика никуда не отпускают быстренько с ним справились сайленсер даже ульту не пришлось юзать для того чтобы файт от организовать и кстати байбек если у веника нет байбек есть только у тени команда команда psds обязана я думаю заходить на хайграунд пока нет одного пока в принципе команда т.д. в меньшинстве почему бы не зайти на хг тараска для бристлбека спирит брейкер пошел от бриста просто сливаться это брист еще и не наваливает по нему теперь без начинает его бить и все спирит брейкер просто у нас отъех будто немножко странный спирит брейкер всей командой работают на него а бриста кстати раскатит и бриз по моему никуда отсюда не уйдет где в это время тени тени в это время на медлени потом бой идти не уже в лицо здесь встречает брестлбека по 1050 крит и еще один крит брист вроде бы и плотный у него 3 300 дева ага вот вам и тени андайн забирает тени тут же байбек от тени кай куда ты летишь ты летишь сюда на крипу минус 3 делает команда тд тд в ответ точнее минус 4 в псдс забирают троих игроков команды тд байбек пошел от гирокоптера минус один барак дальше по второму млр наваливает ну и закрыли бриста бриста очень долго бить несмотря на то что у тени очень много дэмэджа с руки бриста сложно бить и бить вообще не пойми как ну и что и разваливает у нас тени тени в таверну у него нет байбека и 6 минут еще не будет джакира тоже скорее всего отправляется в таверну это еще один тим вайп у нас в этом матче счет 41 30 у гирокоптера по моему есть нет ничего гирокоптер у нас байбекнулся поэтому гирокоптера никаких дайдалус дайдалусов сейчас не будет бристалбек не байбекался него есть тараска есть кираса есть гвардиан грифс и я думаю что команда тд будет заходить на хэкграунд 90 секунд не будете кто кроме него в команде psds может бить по моему никто джакира выкупается без вариантов вообще 13000 у сайвенсора и 20 и 21 точнее для гирокоптера 21 у нас для бристалбека да не просто порошок сотрут всю команду psd с пестини тут невероятно сложно андайн сливается дальше гирокоптер пошел настреливать по эксмаргасу по оу на нем ульта стоит под макро пирой бегает команда тд и в принципе им плевать ну и савенсор просто рассыпается у нас от гирокоптера гирокоптер начинает настреливать по товарам недалеко у нас веномансер в общем-то все здесь рядом бей не хочу по моему минус сторона это точно скорее всего еще и вниз пойдет команда тд а может быть и на т4 130 хп регена носу бристалбека под фонтаном как будто чувак стоит и хилится т4 команда тд лупит спирит брейкер разгоняется врывается у нас на дф все стоят под айс пэсом на лоу хп гирокоптера и дцпшница сливается гирокоптер тоже отправляется в таверту кстати у него нет байбека когда появится тине можно и тиннику зайти а в это время у нас т4 жрут крипы и в это время от тд здесь тим вайп тинни должен появиться и быстренько лететь на базу у нас размен тронами более чем актуален или тинни кстати здесь может в салаты этих ребят развалить и врываться потом на хайграунд тинни сыпет у нас по паку начинает наваливать по бристалбеку бристалбек без бкб тинни вокруг трона бегает у нас за бристалбеком сюда подошел есть тос заплевал веномансер у нас тинника у тинника нет бкб разваливает бристалбека бристалбек умрет тинни не должен здесь по идее умирать ну и здесь просто т4 потеряла команда тд сами свою очередь забрали оба т4 и забрали половину тавра вот это я понимаю ребята вот это месила вот это потная рэпчина ух у абадона появляется влад мир все это для нашего любимого тини потому что отъедаться он просто не может и просто нечем и что делать надо покупать новые тревела или я даже не знаю честно говоря что по этой ситуации решать я бы как-то избавился от манта стайла избавился от манта стайла и есть смысл подумать о чем да ни о чем тут нет смысла ни о чем думать чего не хватает тинни тинни не хватает муншарда просто купить и съесть или просто купить его и не есть пусть будет плюс 120 денег-то в принципе на муншард хватает он 4 300 стоит да безусловно хватает ну да ситуация скользкая что с одной стороны что с другой ну смотрите у нас то размин тронами может быть а это а это знаете ли показатель хороший такой каточки плотненькой ну и у гира появляется дайдал с аутини появляется 3000 куда ты слил муншард шаришь муншард вместо чего-то или муншард который сам по себе будет вместо чего тогда бкб я думаю можно в принципе нет он просто съедает муншард он просто сжирает муншард теперь он будет с ним еще один покупаясь еда если можно было если можно ну и уже неплохо уже плюс 60 а теперь еще один потом купить и носить с собой будет плюс 180 скорость атаки но идти не бьет у нас 0 64 секунды на одну атаку у него с руки я думаю вы видите да 500 фактически у него криты два с половиной 500 на два с половиной 1250 плюс скорость атаки ну и за секунду тени конечно если на крит пропрет тут миллион просто вносит бристалбека ловит криты по бристалбеку не проходят бкб пошел от тени на гирокоптера там бу очень быстро разваливает у нас тени еще и pipe of inside команды psds фигет 44 среди толпы просто дерется у него много хп много дефа врыв пошел нас от сойки сойка на пока пока отсюда не отпустят минус 2 делает команда psds где в это время тени находится я не понимаю тени в это время у нас пушит трон просто размансили как могли сюда летит он дайн но он дайн здесь и останется он не реагирует на него он просто развернулся и дал ему под задницу одну тычку тим вайп со стороны команды пипинус divertidos а ну того наверное стоило придумать такие названия но это каточка прямо на нам вообще на миллион долларов 52 минуты было у нас сыграно пипинус divertidos не устану повторять выигрывает эту игру мы поздравляем их они проходят в следующий раунд они проходят в одну четвертую а the development of the dragon к сожалению покидают наш турнир и до следующего турнира ну что ребята первый размен тронами прошлой игре у нас был первый рэмпич да у нас все посерьез очки по серьезочки прям капец ну что еще кстати не забывайте подписываться на наш канал на твиче и паблик подписывайтесь на наш паблик и участвуйте в наших турнирах это первый summer cup первые первый summer cup который по моему пока что удается все круто что до следующего матча следующий матч примерно минут через десять начнется с кэпами сейчас спишемся и услышимся через несколько минут до связи